Однозначно данная избирательная кампания, она была самой грязной за всю историю Украины и ничего общего с демократией она не имела, больше это показа, это, скажем, проявление мягких форм диктатуры, мы увидели на этих выборах в Украине в целом. Что касается по Киеву, какие нарушения были? Во-первых, админресурс, то есть, несмотря на законодательные основы представительства и освещения, в том числе политической рекламы, там в сюжетах новостей и так далее, и так далее, почему-то больше всего БПП, солидарность была представлена, в том числе и президент, и за счет админресурса, то что многие их кандидаты на должностях, они имели большее присутствие, это раз. Об этом говорит, кстати, и отчет ОБСЕ, который якобы очень позитивно власть восприняла. На самом деле, очень много критических моментов написано. Второе, это то, что сама политическая агитация началась тоже незаконно непосредственно провластной партией. Почему я об этом говорю? Сама агитация, согласно закону Украины, может проводиться после того, как зарегистрированы кандидаты непосредственно от партии в избирательной комиссии. И тогда у тебя, как у кандидата, есть право проводить агитацию. А мы видели еще с конца августа палатки, раздачу агитматериалов, билборды начали появляться. И все это провластная сила, пропрезидентская делала. И тем самым они выигрывали преимущество. В-третьих, это, конечно же, в явном виде админресурс. То, что затягиваются голоса. Вы же понимаете, что каждая партия проводит и параллельный подсчет, и экзитполы работают. Там же данные с протоколом снимают. Вот согласно нашим данным, оппозиционный блок проходит в Киевсовет, набирая 5,7%. Но вы же понимаете, что власть это не устраивает. Поэтому предпринимаются меры по торможению подсчета голосов с тем, чтобы подтасовать голоса в пользу их сателлитных партий.